Привет всем, с вами Ирина. Продолжаю видео серию о моей жизни на Ямайке. В прошлых выпусках я рассказала вам о том, зачем и как я приехала на остров, где и как работала на Ямайке в течение года, о необычном острове, который манит себя своей необычной экзотической красотой и в то же время пугает своей ужасной страшной стороной. Я встретила множество интересных людей, узнала о культуре народа ямайковцы и рассказала о начале моих приключений на Ямайке. Итак, я зимовала в тропическом климате, наслаждалась жарой, пока мой муж жаловался мне по скайпу, как же ему холодно и одиноко там, в далекой Канаде. Но наконец он приехал ко мне на Ямайку и у нас состоялась романтическая встреча. О начале нашего путешествия в Порт-Антонио я рассказала вам о прошлом выпуске. Следующим пунктом нашего путешествия был Стробрейхилл. Это бутик-отель, расположенный в Блу Маунтейн, на Голубых Горах. Нет, вы не услышите рассказ о однотипных All-Inclusive, где все включено, где все хором идут поесть, садятся за одинаковые столики, ложатся в одинаковые кроватки, едят одинаковую пищу, а потом идут как стайка уток на бассейн, потом садятся все в автобус и едут туда, куда привозят всех туристов. Нет, мы собирались в совершенно другое время место, уникальное, так то, что запомнилось бы нам на всю жизнь. Мы провели некоторое время в Хингстоне, чтобы дать привыкнуть мужу к необычности острова и быта. Собрали сумки и отправились в местечко, которое он присмотрел аж два месяца назад. Это недалеко от Хингстоном, полтора часа. И мы в другом измерении, где спокойствие и свежесть воздуха, такой контраст с сумасшедшим ритмом Ямайки. Полная романтика, встреча с любимым в очень экзотическом месте, Стробери Хилл. Это самый дорогой отель Ямайки, бутик-отель. Муж хотел сделать этот отпуск незабываемым, решил заплатить за этот экзотический отдых в два и даже три раза больше средней суммы, чем мы обычно платим за сутки на гостиницу. Это стоит того, сказал он. Окей, согласилась я. Нас встретил красивейший закат и уютнейший номер. Роскошный люкс-курорт, расположенный в магической горной деревне, на высоте голубой горы Ямайки. Ты оказываешься веками назад в тропических лесах с чистейшим волшебным воздухом. Ты как бы попадаешь в особое состояние здесь. На вершине горы в полной изоляции полнейший вакуум цивилизации. Нет машин, никаких звуков, только пение райских птиц тропического леса. Как здорово посидеть на этой скамеечке перед сном, наслаждаясь закатом солнца и слушая пение райских птиц. А какой вид открывается внизу, на долину. Просто захватывает дух. Невероятное ощущение. Действительно, это стоит того, как сказал мой муж. А наутро нас ждал сюрприз. В номере мы нашли свежепомолотое кофе. Настоящий кофе из голубых гор, высокого качества. Неповторимое ощущение. Такой вкус. Просто обалдеть. И каждый день нам давали новейшее кофе. Мы его выпивали. Это наш балкон, который открывал нам замечательный вид. Скажу пару слов о гостинице. Дизайнер Энн Ходжес создал 12 просторных коттеджей 19 века. И эти коттеджи отражают стиль, дизайн и мастерство подлинного карибского дизайна 19 века. Каждый номер уставлен подлинной мебелью ручной работы. И в каждом номере имеется исключительный панорамный вид на долину. Это идеальный выбор для романтического отдыха или духовного уединения. Расположено это к северу от Кингстона в живописных нас постройках в Голубых горах. Отель окружен обширными садами курорта. Уникальный для курорта является также огромный бассейн, который выходит с видом на Кингстон 3000 фунтов ниже. Также есть очень много туристических троп, так же как новичков и для бывалых хайкеров. Это местечко являлось плантацией еще с 1700-х годов. Здесь выращивали кофе и продолжают выращивать самое дорогостоящие кофе в мире, как говорят. Его сразу же закупают японцы. Миру оно практически не достается. Здесь также выращивают разнообразные фрукты, в том числе и клубника. Наверное, поэтому и сайт назван «Строберихелл» – «Клубничная поляна». Он стал известен в 940-х годах. Его посещали такие известные личности для того, чтобы испить воскресный чай. В 70-х и 80-х здесь развлекались такие посетители, как Роллинг Стоунс и Боб Марли. Боб Марли провел здесь очень много времени. Особенно после покушения на него, спасаясь за свою жизнь, он и его жена провели здесь очень достаточно много времени. Их туда привезли тайно после операции на лечение. Здесь очень много подлинных Боб Марли вещей, которые являются экспонатами, как музей. Особо привилегированные гости прибывают на курорт на вертолете прямо из Норман-аэропорта, аэропорта Кингстона. Но мы, конечно, люди поскромнее. Мы добирались самим чуть ли не пешими из Кингстона и обратно. И только делали фотографии прибывающим вертолетом. У нас произошел такой вот казус, пока мы добирались до Строубери-Хилл. Я заранее договорилась с водителем работы, мистер Мейсон. Мы договорились, что он нас туда доставит, и я ему плачу за его сервис. Здесь как раз-таки произошли какие-то нестыковки. Я не оговорила деталей, и я сказала ему, привезите нас в этот самый классный отель на Голубых горах. Я, конечно, имела в виду Строубери-Хилл, но мистер Мейсон нас неправильно понял, то ли он плохо слышал, то ли что. И получилось так, что мы тряслись в машине около 4 часов. Эта дорога очень опасная и пыльная, и нас очень сильно трясло. Но когда мы совершенно случайно узнали о том, что мы движемся в противоположном направлении, конечно, мы все очень сожалели, в смысле, мы и я, и маму сожжалили о том, что потеряли мы 4 часа, потеряли мы, ну, где-то около 100 долларов, потому что это будет уже в 3 раза дороже. И, ну, что делать? Развернулись и поехали дальше? Когда-то Висоцкий пел. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Есть такой регги-исполнитель, Burning Spear, он тоже поет. Как же это здорово жить в горах. Действительно, было очень здорово. Владелец коттеджа обещал, что вы почувствуете себя более живым, чем когда-либо. Каждый коттедж, конечно, имел индивидуальный шарм и такую вот индивидуальность. Все было супер. Кровати, комнаты, утренний кофе, голубой гор, бассейн с загадочным именем «Бесконечность». Так он назывался «Eternity's Pole», потому что горизонт бассейна уходил в бесконечность долины. А внизу был Кингстон. С сумасшедшими людьми, дикими дорогами. А мы были в раю, тут наверху. Мы прогуливались до местных деревень. Все было каким-то необычным. Чистейший воздух доманил нас. Ведь здесь экологически нетронутая часть местности, которая не знает выхлопных газов, химии. Все в первозданной красоте и роскоши карибской аристократии. Домой мы уехали с пустыми карманами, слегка голодными, потому что мы экономили деньги на еде. Все было ужасно дорого. Но уехали счастливые, отдохнувшие и с морем воспоминаний, которые до сих пор остаются у нас. У нас уже прошло три года, как мы, смотря на эти фотографии и видео, мы наслаждаемся вновь и вновь испытанным чувством. И оно нас манит снова. Мы знаем точно, что это то место, куда хочется вернуться. И возможно, когда мы вернемся даже на вертолете. Но сейчас мы будем хранить бережно память, пережитую здесь, как приятные моменты нашей жизни. Всем пока. Всего хорошего, хорошего настроения и улыбок. До следующей встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»